У колодца одна рука и у меня. Грустно шутит Олег Зимин, набирая воду. Он убежден, что врожденная патология не повод переложить нелегкие хлопоты на хрупкие плечи жены. От дома до ближайшего колодца примерно полкилометра. И тяжело, и обидно, потому что дедовский метод используют при наличии водопровода. Пока трехлетняя дочка в детском саду, родители пытаются справиться с бытом. Дома есть и стиральная машина, и бойлер, но все блага цивилизации в таких условиях бесполезны. Когда она бежит тоненькой струечкой, набираем. Вот вчера, чтобы сегодня в сад надо ребенку, надо было помыться, собраться. Вот вчера, чтобы помыть ребенка, я 30 минут набирала таз воды в ванной. Эти места недаром называют «озерный край». Деревня Заронова находится прямо у одноименного озера с береговой линии в 21 километр. Но при таких масштабных ресурсах улица Южная, вот что угадали с названием, изнывает от жажды. И если кто-то цедит воду по капле... Вот по такому напору еще можно собрать воды. А вот это я за утро набрала. То у других в трубах тотальная засуха. Опять нет, скажите. Кран сухой. Раньше водонапорная башня исправно снабжала всех жителей Заронова. Но три года назад на улице Южной начались перебои. А затем тщетное хождение жителей по кабинетам, переписка с чиновниками и, похоже, один на другой телефонные разговоры. Хорошо, что хоть выпал снежочек. Будем топить снег. Коммунальщики хорошо осведомлены о проблеме Зароновских южан. Директор местного ЖКХ в должности всего месяц, но сразу называют причину проблемы. Мощность башни ни при чем. Дело в старых трубах. На балансе Витро и Комхоза находится 260 километров водопроводных сетей. Средний износ составляет 95%. Поэтому мы имеем большие проблемы с эксплуатацией этих сетей. В настоящее время на предприятии созданы аварийные службы. Три бригады, 15 человек работают. Работают без выходных, работают ежедневно. Бывает в день до 30-40 порывов. Слова коммунальщиков подтверждает огромная лужа в центре деревни. Вода бьет из поврежденной трубы сильным напором, не успевая впитываться в почву. И если в Беларуси не раз называли H2O одной из основных экономических формул и залогом здоровья нации, то пока беречь это богатство получается не всегда. Дмитрий Семченко, Анна Катикова, Олег Горюнов, ОНТ.